japan parts. ну абсолютно та же самая ситуация, что с japko. зачем они сделали два разных дизайна, может для разных регионов делают что ли, не пойму ничего. с артикулом почти похожим. у него артикул тоже ESC 0051. тут единственно что единица добавлена у japko, а у japan parts просто F0 ESC 0051. сделано за пределами ESC. то же самое japan srl какой-то. verona italia. чё попало написано. вообще какой-то трэш просто. иероглифы. самурай нарисован здесь. это конечно наверное все таки балл один сниму за эту формулировку сделано за пределами ESC. какой за пределами ESC? где за пределами ESC? кто производит этот фильтр? непонятно. japko я поставил двойку за внешнее исполнение, потому что реально трэшово очень сделан фильтр japan parts, который производит та же самая структура. сейчас посмотрим, есть ли у них специальное устройство. у фильтра japko, вот в этих местах, вот здесь давайте приближу, был клей, который закрывал собой все поры абсолютно и не дал бы в случае работы фильтра в реальных условиях пройти маску через штуру фильтрующего элемента. здесь примерно то же самое, посмотрите, давайте поближе приближу, вот это вот вся эта грязь, да, это остатки клея. он тоже собой закрывает практически все здесь отверстия. мало того, там еще какой-то облой какой-то здесь, видите, кусочки, который может отвалиться запросто вообще, попасть в систему масляные каналы. сделала не то чтобы криво, но вот какое-то общее ощущение от фильтра, какой-то знаете, он какой-то такой тщедушный. посмотрим, как покажется на экспериментах, конечно, но внешне визуально мне вообще не нравится совсем. он чуть лучше сделан, чем japko, потому что это два фильтрующих элемента все-таки разных, несмотря на то, что они производят с одной структурой, давайте я вам покажу еще поближе. все-таки эти фильтры разные, фильтрующие элементы сами, их разная бумага, немножко разный конструктив, чуть-чуть укладка, видите, совсем по-другому сделана, поэтому все-таки это не одно и то же, хотя странно, да, что одна структура делает. давайте за внешний вид этого фильтра я поставлю тройку, почему? потому что сделан правда он плохо и ощущается он в руках дешево совсем. стоит, конечно, он сто девяносто семь рублей, понятно, что требовать от него много не стоит, конечно, но тем не менее сделан никудышно. 3 балла. ну, конечно, размок он конкретно, как тряпка стал, но особо тут ничего не отслоилось. давайте поставим ему 4 балла. Japan Ports. Ну, средняя. Примерно как у ECT также. Давайте 6 баллов поставим. Субтитры создавал DimaTorzok